ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас наем. Парсек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В воздухе, в прыжке... Раз, все... Помните, как еще совсем недавно горлопанило огромное количество народу? Ну, их и сейчас на самом деле много. Было просто колоссальное количество, которые говорили... Вот наши россияне, спортсмены, олимпийцы, поедут под нейтральным флагом, еще бы белый флаг бы взяли, сдаваться, поехали. Слушай, русский спортсмен, вас ждет теплая еда там... Блин, противно слушать было, ей-богу, вообще. Я по этому поводу написал в свое время в кухонном своем философе. Очень... Ух ты, е... А что это такое? А, ну слава богу, это что-то... Что-то какой-то митинг-путинг. Я... Было, подумал, что прям пробка стоит от Кохмы до Иванова. Думаю, сейчас придется ехать в объезд несколько километров. Нет-нет, это просто какое-то мероприятие. Это... Что-то такое. В общем, агитируют за выборы. Или против. Ну ладно, так вот. Огромное количество народу кричали по поводу... Значит, что не надо спортсмену ехать, что это предательство и все такое прочее. И вот сейчас я просто... Ну, я же подписан тоже на некоторых товарищей, на некоторые паблики, на некоторые блоги и читаю. Это же просто, ну... Ну, цинично просто. Вот смотрите, сейчас наши спортсмены начинают что-то выигрывать. Где-то выступают очень хорошо, показывают себя, получают золотые медали, получают бронзовую медаль в керлинге, где вообще никогда ничего не завоевывали и вообще типа не наш вид спорта. И эти же самые люди начинают говорить. Ну, нормально, в принципе, что, хорошо, пусть знают наших, вот, что мы даже без флага, без гимна, а все равно могем, они и так все равно знают, что мы русские. Блин, ну что это вот за двуличные сыны шакалов, вот прям, ей-богу, это просто... Ну, противно смотреть и слушать на таких людей. Я еще больше того скажу. Когда вернутся наши спортсмены, если действительно на закрытии Олимпиады и там они выйдут под флагом и в униформе там и все такое прочее, что будут говорить вот эти же самые люди? Я уверен, что почти никого не останется, особенно если в командном зачете, которого на самом деле в Олимпийских играх не существует никакого этого самого зачета по странам. Да, команды есть, но команду сформировать может абсолютно любая, любые люди. Это может быть сборная команды. А почему бы и нет, собственно говоря? Вот, ведь атлеты выходят соревноваться сами по себе, это в индивидуальных самых вещах. А в команду может собраться команда такая, не знаю, микс-тим, и все. Каких проблем, собственно говоря. Вот захотели пробежать, предположим, ну это я про летние говорю, там спринт с 400 метров, ну то есть кастафету 400 метров, с 4 по 100. И могут собраться разные, собрать свою команду, просто так обычно не поступают, но это не возбраняется, это вполне реально. И вот сейчас команда, а помните, как у нас выезжала команда страны СНГ? Что такое страны? не Российской Федерации, то есть Российская Федерация, это Российская Федерация, а страны с СНГ, это уже и не Советский Союз, это вообще непонятно, что это такое было. Да? И получается, команда сборная, как бы, была. Ну, в общем, короче говоря, когда приедет наша команда, вот это вот, все-таки команды зачета, хоть не отрицальные, но все-таки существует, то кончится все тем, что все, кто был против, начнут так же горлопанить по поводу того, какие же наши молодцы, и как их надо похвалить, и погладить по головке, и пятый десятый. Это же, понимаете, и вот, вот хочу сказать им, что делали вы, когда наши ребята собирались только ехать туда? Что вы делали? Вы деморализовали просто команду, вы деморализовали ребят своими выходками, как им было тяжело самособираться, понимая, что огромное количество населения, а ведь и самые горлопаны, это вот те, кто против, это те, кто поскандалить любят. Кто-то хайпанует на, вот, на, ну, скандале, а кто-то просто любит скандалы. Это абсолютно и большинство тех, кто смотрит первый-второй канал телевидения. Потому что эти каналы воспитывают просто в человеке любовь к скандальным новостям, потому что там ничего другого, кроме твыкет. И даже если наши замечательно выступят и приедут, скандал будет другого плана, он будет ретроспективный, о том, как все мешали, но вопреки всему наши победили, и надо опять посраться с с кем-то. Что надо выдвигать какие-то требования в МОК, и пятое, и десятое, и ля-ля-фа-фа. Вот. А потом скандал с альтернативными, значит, играми. Но я к тому веду, что вот молодцы наши ребята. И что, собственно говоря, хочу еще по этому поводу, добавить. Кто-то говорит о том, что когда команда выходит без флага, там, атлет выходит без флага, без атрибута со стороны своей, то у него должен быть ниже моральный дух. Мы что хотим? Мы хотим проигрыша нашим ребятам? Почему мы критикуем? Вы критикуете там их горлопадник против? Мы моральный дух должны поднять, наоборот, это раз, но если вы даже против, даже если вы злорады настолько, что хотите, чтобы они проиграли и будете радоваться самим неудачам, тогда, пожалуйста, не перевертывайтесь обратно. Вы должны просто гревать по поводу того, когда наши ребята и самки девчата занимают там какие-то места, вот и медали получают. У вас должен быть просто траур, что выходит не по-вашему. Вы должны желать проигрыша нашей команде, нашим ребятам. Так что ли? Какой хера вы радуетесь-то так пишете? А? Вот так вот. А спортсмен, который выходит без флага страны своей, да он наоборот, он выходит один против всех, против мира всего. Понимаете, это партизаны в стане врага, если вы хотите, можете рассматривать это так. партизаны. Партизаны тоже воюют без опознавательных знаков. Они диверсию совершают практически. Здесь то же самое, но все все равно знают, кто это такие. И мы знаем, что это наши. Наоборот, надо всячески было поддерживать еще тогда. А теперь вы в дурацком положении, господа, кто был против этого всего дела. В дурацком. И будете в еще более дурацком положении. спортсмен, который выходит без основной флага, он наоборот, это вообще боец. И больше того, да пусть он, давайте другую рассмотрим крайность, пусть он даже не патриот страны своей. Да наоборот, спортсмен, который выходит без основной флага, он еще больше мотивирован, потому что он выступает не из-под палки, на него не давит, гнет, так обязательств, которые ему навязывает суперэго и общество, что он кому-то что-то должен. Он остается должен только себе, своему рекорду, он чисто работает на спорт, исключительно на спорт, на себя и на спорт, на себя в этом спорте, на победу, на рекорд, а не на государство, чтобы медальку какую-то получить. Понимаете, когда за дело берутся государства, вот и получаются такие вот, геморройные вещи, как эти антидопинговые скандалы и все такое прочее, когда ради победы команды в общем медальном самодезачете, или чтобы она хорошо выглядела, делаются на самом высшем уровне, совершаются преступления, когда спортсмены, бедолаги, многие, многие, даже не знают о том, что они принимают, кто-то идут осознанно, потому что иначе они не попадают в сборные и все такое. А вот понимаете, наоборот, можно увидеть впервые как чистые ребята, которые без допинга, которые не участвуют в скандале в этом, а то, что допинг был, это 100%, это гадалки от них один. Ну, не может объективно быть такое, что несколько лет подряд все херово, а потом в какой-то год все прямо тотально раз и хорошо, причем кардинально ничего не могло перемениться. Не бывает такого, рост постепенный должен быть. Другой вопрос, что мы попались, а другие кто-то не попался. Ну и что? Зато теперь поехали те, кого в принципе даже вороги, что называется, которые готовы были не пустить вообще никого, и признали чистыми спортсменами. И если сейчас наши побеждают, да какой это показатель? Мы можем сейчас обвинить любого там иностранца, который на Олимпиаду попал, что он не прошел через эту сетку, что к ним обошлись чьи-то сито. Ну нисходительно. И они попали туда, может быть, большинство грязные, которые на самом деле плохо брали допинговые пробы, и они на допинге. А наши, которые сейчас там, их обвинить-то уже не в чем. Им даже не надо повторный проб пройти вообще ничего. Это чистый спортсмен. И если они выигрывают сейчас, какой-то показатель, что наши спортсмены и без допинга могут занимать лучшие места. Вы подумайте об этом. Поэтому нет худа без добра на самом деле. Единственное, в чем мы ли не правы, те, кто горлопанил по поводу того, что не надо выпускать их туда и вообще не надо им ехать, и что же вы делаете, предатели. Вот вы об этом, обо всем сами задумайтесь и поймите, что вы просто желали провала сангистране своей, а не помощи. Ну не поехали бы мы на эту Олимпиаду. Вот атлеты бы наши не поехали. Что бы мы доказали? Что да, что 100% мы все на допинге и наши все победы только на допинге получены. Только это мы бы доказали. Больше бы ничего. Вы понимаете, абсолютному миру насрать, когда говорят, остальным атлетам не так интересно было бы соревноваться в отсутствии русских атлетов, если бы мы не поехали. Вот мы всех накажем, сделаем всем темно, глаза закроем и пусть все в темноте сидят. Блин, ну это бред вообще собачий. А вот теперь, когда наши атлеты поехали туда, да, поехали туда, они что сделали? Они начинают в каких-то видах спорта выигрывать. Понимаете? Выигрывать начинают без допинга, доказывая всему миру, что, а может быть, мир-то оказался неправ, ополчившись, ну, на Россию, то есть мог, что не выпустил там наших атлетов. Наши атлеты, оказывается, и без допинга все могут. И люди начинают сомневаться, а что это, может, русских атлетов-то действительно зарубили зря? Может, это действительно политические какие-то перипетии, какая-то там такая вот игра политическая, что не выпустили самых сильных? Так вот, приехали, оказывается, не самые сильные, и они все равно побеждают? Понимаете? У мира может затесаться сомнение теперь. Они поехали бы, расписались бы в своем сомнении, ничтожествы. Это раз, ничего бы не выиграли бы, никому ничего не доказали бы, это два, и только бы всех убедили бы в том, что раз мы не поехали, значит, мы все на допинге, и мы просто боимся, потому что без допинга мы точно проиграем, и все наши победы были сделаны предыдущие. Только на допинге, исключительно, исключительно на допинге победили, и больше никак. Вот так вот, друзья мои. А теперь что получается? Побеждаем без? Есть повод засомневаться, а правильно ли МОК не выпускал наших атлетов, и правильно ли антидопинговый комитет что-то там это провел. Может, его купили? Потому что даже не самые сильные спортсмены и те, кто на допинге не пойман, выигрывают. Выигрывают не самые сильные, понимаете? Оказываются самыми сильными. Без допинга. Значит, те бы, а те еще сильнее. Ну, это, они сильнее, значит, может, тоже и без допинга. Ну, в общем, короче говоря, я уже начинаю воду в ступе толочь, но суть-то в этом. Я думаю, что это очень все, ну, логично. И вот когда до этих сундуков доходить начинает, кто был против поездки наших атлетов на эту, ну, как олимпиаду. Вот они начинают действительно соображать, что они какую-то херню градили. И теперь надо как-то ловко в воздухе переобуться, как-то вот обосновать. Я, конечно, понимаю, что с простого человека спроса мало. Он может вообще сказать так. Да, я был неправ. Вы знаете, что молодцы, как бы то ни было, поехали без флага, все равно победили. Молодцы. И все. И с него взятки гладкие. Ну, что, поменял обычный человек это мнение. Ну, это сплошь и рядом бывает. А вот когда журналюги всякие, которые выступают в эфире и формируют общественные мнения, начинают по этому поводу что-то, ну, самолопотать. И потом им обратно приходится все это дело там отматывать и передергивать. Вот тут возникает, конечно, очень нелицеприятная ситуация. Но мне кажется, что за последнее время они так обнаглели все. Что они считают, что народа, что у народа память, как в мультике про рыбку, которая там, у нее память там 3 секунды была. Что то, что, например, там это говорили какие-нибудь телеведущие, что-то в голове там у людей самги держатся не знаю, там 1-2 дня. И потом стоит сказать все в точности да наоборот этим же самым самым человеком. И это будет восприниматься вполне себе нормально. Вот складывается такое впечатление. Это если проследить ретроспективу всю, предположим, того же самого Соловьева, как он говорил про Крым там или про что-то еще. Я пока безносительно к Олимпиаде это говорю. А также всех остальных, таких типа Киселева там и всех остальных. Ну вот такой вот план товарищей. Это полный перевертыш. Ну и то же самое касается всех остальных, кто работает на федеральных на каналах. Люди полностью, как говорится, ну продались, что называется. Вот больше назвать никак нельзя. И конечно, когда говорят, а как бы ты бы поступил бы на их самом месте, когда люди привыкли зарабатывать большие деньги. Я не знаю, сколько в точности зарабатывают они. Но совершенно точно знаю, что зарабатывают они дофига. Эти ведущие на каналах, там у кого особенно там авторские программы и все такое прочее. вот. И вот сейчас им скажут, парень, завтра ты не будешь работать или давай ты проводи политику партии. И они такие подневольные там и все такое. Ребят, ну вот, не знаю, вот, если кто-то вот так считает, ну вы конченые, понимаете, вот если нет идеологии и нет убеждений человека, который он готов отстаивать и за который продаваться не готов, он просто конченый. Понимаете, больше я никак сказать не могу. И хуже того, вот ладно, если человеку еще приходят с угрозами, с угрозами крайне серьезными там семье, родным и близким, вот, и тогда у него просто выхода, что называется, нет, он, конечно, переживает, может быть, там, но это он вынужден так поступать, но когда людей покупают за деньги, говорят, обмани весь народ, он говорит, ну я же вчера совсем другое говорил, ничего-ничего, сегодня надо вот так сказать, и просто, просто покупают, это вот, понимаете, как это, люди совершают просто предательство перед своим народом, просто колоссальное, делают это не заблуждаясь ни в чем, а это и есть их убеждение, что можно быть абсолютно полным каким-то перевертышем, но самое худшее, что в связи с этим появляется масса молодых людей, которые видят, что это поощряется, и это считается нормальным, и когда там изобличают какого-нибудь очередного чиновника, судят его, в тюрьму сажают, и появляются соболезнующие из простого, я понимаю, когда чиновнику соболезнуют какие-то чиновники, которые просто примеряют эту решетку на себя и эту робу полосатую, и говорят, блин, мы бы так бы не хотели, жалко его, но когда обычные, убогие, и часто люмпины даже, начинают это соболезновать, и говорить, ну как же, на его бы месте так бы поступал бы любой, как же, как же не воровать, когда вот ты сидишь у кормушки, как же оттуда не взять, то я, конечно, понимаю, что мы просто в жопе конкретной находимся, раз, и хуже всего, когда так считают молодые люди, студенты, все, они хотят идти в чиновники, да раньше в чиновники шли, конечно, кто-то хотел идти, шли амбициозные, беспринципные люди, это понятно, было всегда, но их было мало, и люди шли туда, как правило, но это я Савковск вспоминаю в том время, не для того, чтобы обогащаться, да, у них было больше каких-то благ, ну, больше они шли за властью, им хотелось уважения, власти, этой вот атмосферы, тусовки и так далее, реально имели блага только самые высокопоставленные чины, а сейчас люди хотят даже идти просто во власть на низкие чиновничьи должности, расценивая это как какую-то хлебную кормушку, это как в том анекдоте про мента, да, который за зарплатой не ходит, а потом он говорит, ты что не получаешь зарплату, а я думал, дали пистолет, крутись как хочешь, вот и здесь тоже, дали власти, крутись как хочешь, ну и что, что-то, да, но им этого мало, блин, сейчас официальные зарплаты все повышают и повышают, такого количества аппарата чиновников, как сейчас, не было никогда, ни при Савке, ни в постреволюционной России, ни в царской России, никогда столько не было, на душу простого народонаселения, даже если в относительных цифрах брать, я же, правда, абсолютно и вообще молчу, но даже в относительных, сейчас, наверное, на каждого работающего, реально производящего какие-то самим блага, наверное, скоро по два, по три чиновника будет, вот так вот, и получается, что любой работающий человек должен, кроме того, что кормит себя и свою семью, должен еще кормить нескольких дырмоедов, с их семьями еще до кучи, а вы думаете, почему все налоги растут, ну ладно, так вот, все к одному, вы думаете, это все разные темы, одинаковые, просто одно подчеркивается и другое, и одно является проявлением другого, то есть, все от менталитета, а менталитет воспитывается самыми разными вещами, ведь как было легко с кормом-то ополчиться на меньшинство этих российских атлетов большинству не поддержать, как это было здорово, то есть, окрыситься на них, особенно, когда этому помогали, да, все, а поддержать тяжелее, но теперь, когда команду дадут поддерживать их, будут поддерживать все, опять же, вот это, кстати, очень интересные это моменты просто для наблюдения, чтобы просто понаблюдать и посмотреть, как это происходит, убожество это на самом деле, убожество и ублюдочность, ну ладно, а, кстати, сейчас, сейчас на парковку заеду, тогда выключусь, если у вас какое-то мнение по этому поводу есть, друзья, я всегда рад вашему мнению, так, так, понравилась мне в принципе подземная парковка пока, пока понравилась тем, что по какой-то причине не ясно, народ еще не приспособился пользоваться, и не пользуется никто, вот, и поэтому она абсолютно пустая, вот так вот, 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 Субтитры сделал DimaTorzok